Итак, добрый день, дамы и господа, всех приветствую на канале Акела, всем здорово! В общем, что у нас сегодня за видео? Видео у нас про потайной сад. До сих пор люди на стримах, по несколько человек за стрим, залетают и спрашивают, типа, Акелыч, актуален ли твой старый билд? И я, на самом деле, его уже давненько так переделал, играю, скажем так, в других билдах, и всё такое. Существует билдов, ну, вариаций масса, на самом деле, наверное, штук шесть вариаций. Вот, у всех совсем небольшая разница, но по факту расскажу только про три, которые использую я, которые самые нужные для технических персонажей, скажем так, персонажей с техническими умениями. Персонажи с техническими умениями это у нас Фрейна, Эсьема, кто там ещё у нас, Лепик, не помню, Кайл, нет. Ну, короче, Вьеса и ещё масса других персонажей, на самом деле. Вот, короче, что делает пушка? Когда вы юзаете техническое умение, она настакивается до трёх раз и настакивает вам по, сколько? Три стака, короче, получается плюс 49% к силе вашей атаки оружием, к силе огнестрельного оружия, и к силе ваших скиллов тоже до трёх раз. Единственное, что имейте в виду, когда вы юзаете ульту, плюс вы настакали там все три стака, допустим, юзаете ульту, у вас стаки сбиваются. Почему? Потому что пропадает потайной сад из ваших рук. Потайной сад буду называть наверняка пропавшей надеждой, наверное, уже назвал его несколько раз. Прошу за это прощения. Итак, поехали по билдам. Самый такой билд, который я использую, выглядит вот так вот. Здесь что у нас? У нас атака огнестрельного оружия плюс 61%, урон от критов 48%, вероятность крита 37%, скорострельность 25%, урон по уязвимым местам 35%, урон от крита 47%, здесь у нас ёмкость магазина и урон от крита, здесь у нас стрельба на авось, здесь у нас ёмкость магазина и здесь атака. Выглядит вот так вот, ставьте паузу, скриньте и так далее и тому подобное. Это у нас первый билд. Почему стоит стрельба на авось? Что делает стрельба на авось? Сразу рассказываю. Вы делаете выстрел, выстрелом этим вы критуете, включаете ульту, делаете перекат. Вы бесплатно где-то секунды две стреляете с ульты. То есть, вот выстрел, перекат, 84 пули и вот только сейчас они начали заканчиваться. Вот так вот это выглядит. Для чего это делается? Для того, чтобы нанести больше урона. Но прикол в том, что в потомке должен стоять мод на длительность. Ну или уже в этом, в реакторе ловите длительность, но не рекомендую. Типа каловая масса, длительность не нужна. Конкретно для фрейна не нужна, в принципе, я бы так сказал, потому что с таким появлением, как сейчас ядовитых луж под мобами, ну типа оно совсем не нужно, скажем так. Дальше у нас что за билд следующий? Тут у меня что? Здесь у меня билд под стихийку. Стихийные атаки, урон ядовитыми и урон по ядовитым. По отравленным персонажам плюс 26%. Все, в принципе, выглядит точно так же, как в предыдущем билде, за исключением чего здесь нету магазина одного, да, получается. И чего еще здесь нету? Здесь еще чего-то нету, найдите сами. Выглядит вот так вот, играбельный, роскошный, шикарный. Дамага много и все такое. Ну типа прекрасное оружие. Настакивает, вешает яд за каждый заряд яда, вы увеличиваете еще сильнее атаку. Ну короче, как-то так это все дело работает. Дальше у нас третий билд, это, скажем так, доработанный старый билд, который был в видосе. Здесь, кто дрочит на УВС, в принципе, вы можете вставить сюда еще шанс крита и еще что-нибудь. Прикол в том, что такие модули, как распознавание уязвимых, такие модули, как урон по уязвимым местам, это раз модуль, это два модуль. Они не дают УВС, то есть вы не прибавите, не убавите, если вытащите два этих модуля, поэтому в зачет они не идут. Но конкретно в этой сборке, если бить по уязвимым местам, дамаг самый огромный, самый огромнейший, который есть, вон по 500 тысяч вылетают криты, 400, 300, 500 и так далее. Главное, нормально настакать. Единственный, в чем минус, да, здесь самая большая атака, но вы посмотрите просто на вот этот прицел. Это вообще, ну, как бы... Вот из-за этого мне он не нравится, скажем так. Если идете на каких-то старых колоссах, у которых огромный хитбокс, в уязвимое место, то милости просим. Вот это вот дерьмище будет наваливать больше всего дамага. Выглядит все это дело вот так вот. Вот билд выглядит. Урон по уязвимым местам раз, урон по уязвимым местам два, урон по уязвимым местам три. Настоящий боец. При успешном попадании по уязвимому месту, дает плюс 10% к атаке огнестрельному оружию, на 5 секунд стакается до 10 раз. То есть на стакать вы плюс 10%, ну, то есть можете сделать 100% к вашему урону по уязвимым местам. Очень огромное value дает вот этот вот настоящий боец. Как давал, так и дает. В принципе, все билды выглядят так. Показываю еще раз. Раз билд. Два билд. И три билд. Вот так вот выглядит. Если у нас есть УВС-одрочеры, или, ну, кто-нибудь, неважно, кто-то любит, вытащите отсюда, пожалуйста, распознавание уязвимых мест и вставьте сюда там любой другой билд, любой другой мод, который дает вам тот же самый УВС. Ну, грубо говоря, воткнув вот этот модуль, но он туда не воткнется, это сила крита очередная. Вот. Что сюда? Шанс крита можно воткнуть. У вас будет там 750 УВС-а, например, если все-таки такие люди еще остались в игре. Как-то так. Все, ребята, всех обнял, приподнял. Там, где надо, ущипну. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на другой канал, на этот канал, и кому-нибудь еще подпишитесь. Спасибо.